Давай-давай, греби. Греби нормально, неплохо. О, ДВС-ка врубилась. Холостые, что-то слишком завышенные. Привет всем. И вы помните этот Гелендваген, и он вообще не мог никуда особо ехать. Я вот думал, почему он не едет, почему, что происходит? А оказывается, у него не было моих наклеек. И сейчас я наклеил наклейки, и я думаю, он будет валить уже по полной. Но также параллельно поменяю на нем систему. Поставлю туда вот такую вот обычную коллекторную систему вместо той непонятной БК. Для этого мы снимаем кузов. Вот так вот. Все, он нам пока не нужен. И демонтируем вот эту старую БК сюда. И поставим новую коллекторную систему. Регулятор, как видите, будет меньше. Да, это без вопросов. А вот мотор здесь на самом деле большего размера. То есть он по длине 1-2 мм больше. И я думаю, влезет он туда или нет. Но, в общем-то, будем сейчас это все дело пробовать. Итак, вот он моторчик, который стоял старенький. Точнее, новенький, но старенький. В тот же момент стоял, значит, вот на такой вот самодельной моторами. Прикрутил сюда коллекторный мотор. Как видите, регулировка присутствует. Зазоры между пиньоном и спуром. И вот так вот он сюда монтируется. Здесь ставится, и все стоит. То есть регулировка, в принципе, можно с этой стороны отверткой подлезть для регулировки расстояния. И останется только уже регуль снять. И все, провод я удлинил. То есть провода, видите, стоял длинные, чтобы можно было пустить нормально где-то парами, а не как здесь было с короткими проводами. Я тогда мучился. Итак, мотор установлен. Провода теперь полностью хватает. Регулятор скорости. И, как обычно, разъем выводим туда в багажник. Так будет удобнее подключать все это дело. Итак, смотрим теперь. Значит, стоит трехбаночный аккум. Первая скорость. Ну, быстро жарит на первой скорости. И проверяем тягу, да? То есть тот мотор вообще не тянул. Ну так, прижмем чуть-чуть. О, блин! Ну, по-моему, здесь без вопросов. То есть есть сопротивление, и тачка продолжает буксовать, а не вырубать всю систему, как это было тогда. О, отлично, отлично. Вот так вот. Ставьте нормальную систему, не экспериментируйте со всякими вот такими вот штуками. Ладно, все, ставлю кузов, и погнали уже на улицу, его там протестим. Посмотрим, как он будет там валить, настоящий G500. Ну что, давайте посмотрим. Так, ну, во-первых, давайте газ в пол. Вот так он у нас едет. Шум такой издает не очень, на самом деле. Но в целом смотрится прикольненько. Давайте уже начнем его испытывать. Пока снежок со льдом возьмем. Я думаю, здесь без проблем. Если не сядет на брюхо, видите, все преодолевает. Посмотрим на ледяной съезд. Что ты скажешь? Массы не хватает, чтобы продавить этот мега лед. Ух ты, как мощно-то! И запаску, главное, не сломай. Так, еще одна ледяная расщелина. Нет, это не она. Вот здесь вот. Давай, гелик. Плавно-плавно, аккуратно. Ух ты! Блин, гелику все нипочем. Вы смотрите, что он творит, а? Что творит? Ну, вот здесь, я думаю, ты уже застрянешь, потому что упрешься в лед. Давай. Жалко, жалко, конечно, весь этот кузов. Во! Ну, мы испытаем по полностью наш гелендваген. Будем долбить лед. Во! Ничего себе! Ну, ничего не пострадало. Качественная корка оказалась. А главное, качественная покраска, естественно. Сколько слоев тут краски этой, да? Фу! Ну, давайте песочная поверхность. Песочные овраги, я бы даже сказал. Посмотрим, как покажет себя здесь резина. Здесь придется ей уж точно рыть, потому что сейчас мы по-любому упремся куда-нибудь. Но нет, смотрите-ка. Просто сдвигает весь песок. И все. И спокойненько, плавненько заезжает. Коллектор рулит. Посмотрим, возьмет ли такой подъем. Резина уже вся подзабилась песочком. Давай-давай, греби. Греби нормально. Неплохо. О, ДВС-ка врубилась. Холостые, что-то слишком завышенные. Так, ладно. Это у меня соскочила передача. Придется вручную. У меня серва не подключена или не работает. Я что-то забыл уже. Так, засели на брюхо. Все еще на брюхе. Оу. Капот аккуратно. Он у меня, кстати говоря, так и без петель. Ничего держится. Что-то соскакивает серва там, тяга. Точнее, даже сказал, тросик немного перескакивает, блин. Ладно, сейчас поправим. Но ничего, пока едет. Ну, в принципе, готов ломаться, как настоящий Гелендваген. Надежность не какущая. И посмотрим, как ты резко съедешь. Так, у меня выворот опять в одну сторону плохой. И легко. Легко вообще просто. Посмотрим, провалится в эту грязь или нет. О, неплохо. Ну, давай, 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 давай. Неужели гелик на пляжу застрянет? Газа. Так, по-моему, я на второй скорости, потому что тяги назад вообще нет. Видите? Давай, 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 выбирайся. Ну. Медленно, медленно. Наверное, он карабкается. И сейчас мы с разгона сюда будем выезжать. Нет, гелик, нет, нет, нет. Только зарывается, и больше ничего. Неожиданно. Походу, мы засели по полной. Я даже сам пытаюсь его сдвинуть назад, но у меня ничего не выходит. Вот эта грязь здесь мясистая. Смотрите-ка, решил по речке погнать. О, там, кстати говоря, и получше. Ну, давай посмотрим. Неплохо. Отлично. Невероятно. И на выезд, на выезд. Давай, давай, давай. Во. Вот это гелик. Вот это настоящий G500. Смотрите, чуть не забуксовал опять. Ножа. Давай, давай, мы застрянем, застрянемся опять. Давай, 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 давай. Мощно вообще просто сидит. Ну. Где вся мощь-то? Вот она, пошла. Ну, неужели опять? Фух. Выехали. Кое-как. Давайте посмотрим, с разгона готов он сюда забраться или нет. По льду и снегу. Так. Не знаю даже, коробка или пиньон слетел. Походу на пиньон, похоже. Слушай, ну ты что все разваливаешься-то? В общем, каким ведром ты был, таким ведром ты и остался. Смотрите. Бум. Все. Обломились. Копеечка. Вообще просто. На ровном месте. Тачку помыл, стоял и сохло, потом стал закрывать багажник. И он в итоге вот так вот, да. Вот как и было сейчас. Жесть просто. Ну что такое? Что за качество, а? Нет, чтобы металлическими сделать петли. В общем-то, ведром. В общем, причина нашлась. Значит, смотрите. Вон там пиньон и вот это вот большой спур. Вот так вот. Просто спур открутился полностью. И, соответственно, связи с коробкой теперь никакой. О, вообще вхолостует теперь пиньон. Так, ну ладно. Значит, снимаем корпус и просто прикручиваем. Отлично. Вообще в России три беды. Две из них вы знаете. А третья беда это копейщики, которые используют самые дешевые комплектующие. Сервопривод стоял и самый дешевый. Он не выдержал никакой грязи, воды. В общем, он вклинил и все. Пришлось поменять серву. Ну, зато теперь гоняет на нормальный бюджетный. Вот так вот, я бы сказал. А, поставил три банки на него. Починил. О, а теперь вкулевает. Ну так, ничего, скорость встала. Блин, ну ты вообще будешь ездить когда-нибудь, а, гелик? В общем, там фишка такая. То, что вот этот тросик, который переключает первую-вторую скорость, он упирается где-то в корпус машины. Я сейчас жарил. Чуть-чуть поворачивается. Ну, в сторонку так смещается, смещается и упирается в корпус. И пым, в нейтраль попадает. Вот, его поправляешь обратно, этот тросик переворачиваешь. Короче, его там надо реально зафиксировать. Иначе вот так и буду мучиться. Давай в гору. Ничего себе, погнал в ледяную гору. Кириллентваген сошел с ума. Давай, 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 давай. Вот это резина. Не, вы, наверное, как бы думаете, ну, здесь каждый заедет. Я просто покажу уклон. И покажу, что я здесь... Блин, я здесь катаюсь. Реально. Как ты, как ты так едешь тут? А, гелик. Смотрите. Три банки дают о себе знать. Так. Регуль обрубил мне три банки мои. Ну, давай. Что, дверь-то открыл? Медленно заехал. Еще разочек попробуем. Айка, вот здесь, в другом месте. И давай, давай, давай. Гелик, 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 гелик. Нет. Тут реально сложно уже. Так, в эту сторону. Ничего себе. Обалдеть. Три С. Это вам никак писать смс. Ну же, ну же, ну же, ну же. Отлично. Еще попробуем один заезд. Прям вообще прет сегодня. Давай. Ну, 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 ну. Ищет зацеп. Смотрите, где цепляются за ветки. Неплохо, неплохо, гелик. Давай вниз. Вау. Нет, 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 нет. Лед приличный. Зацеп отличный. Ну же, ну же, ну же, ну же, ну же. Ага. Хитро ты, конечно, с краю цепляешься за землю. Ай-яй-яй-яй. Капот в одну сторону, гелик в другую. Ну что, друзья мои, ссылки все внизу найдете. Так что заходите, смотрите. Вот. Гелик. Ну, в принципе, ничего, да. Но, блин, со своими косяками. Ладно, если все эти косяки убрать, вроде не чешно. Получается в таком кузове мощном, с открывающимися дверьми. В общем-то, достаточно копийненько. Выглядят неплохо. А оранжевый цвет. Это ого-го, как круто. Вот. Так что, друзья мои, ждите сравнительные тест-драйва на моем втором канале RCBR TV. Так что заходите туда, смотрите. Ссылка на него есть тоже внизу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok